Друзья мои, приветствую! Сегодня мы с вами попробуем провести эксперимент и я запишу видео с углубленным разбором мелодии. Я выбрал мелодию «Люди в белых халатах». Это как раз-таки одна из моих последних аранжировок. И видео будет носить не только характер видеоразбора, но будут присутствовать и элементы обучения. Что-то, может быть, новое для себя подчеркнете. И так как это экспериментальное видео, я потом просмотрю, покликаю саму запись. И если я посчитаю, что в нем есть польза для моих зрителей, для моих подписчиков в YouTube, я публикую эту запись. Если нет, тогда уже забью на этот эксперимент и буду как раньше записывать просто видео своей аранжировки. Так что вдруг, если я публикую это видео, вы посмотрите его и оно вам понравится, поддержите, пожалуйста, лайками, чтобы я понял, что делаю полезное для вас дело. Хорошо. Так как мы с вами сейчас будем работать над песней «Люди в белых халатах», давайте мы вот что сделаем. Я сейчас разочек эту мелодию исполню, а потом досконально мы ее с вами разберем по косточкам. И сейчас я помещу ее на весь экран, чтобы мне удобнее было не листать, а всю эту мелодию сыграть. Кстати, если вы играете под табом, потерпите немножечко, я временно табулатуру отключу, чтобы все ноты поместились, мне так будет удобнее играть. Разочек сыграю, чтобы вы услышали, как мелодия сама звучит, а потом мы приступим к ее подробному разбору. Друзья, прошу прощения за дребезжание звука, были задраны настройки микрофона. Постараюсь исправиться. Спасибо за понимание. Ну и потом, Потом повтор. И следующие пойдут у нас уже куплеты. Хорошо, возвращаю табулатуру. Так что, если вы играете по табулатуре, вам будет удобнее следить за ходом мысли. Немножечко приближу, чтобы нам с вами удобнее было считывать с листа мелодию. И отмечу такой нюанс, что сама песня, она в нашем случае состоит из трех основных блоков. Это вступление, это куплет, вторая часть, и это припев. Давайте я покажу сейчас по нотам, где у нас заканчивается вступление. Проведу условную границу. Вот здесь вот у нас, получается, заканчивается вступление. Вот если мы отсюда сыграем. Вот этот аккорд мы сыграли. Все, здесь у нас вступление закончилось. Дальше пошла тема уже куплета. Смерть не хочет щадить красоты. И так далее. Это у нас вступление было, куплет. Теперь давайте посмотрим, где у нас припев начинается. Там люди в белых халатах. Вот люди в белых халатах. Люди в белых халатах. Стилистически он немножечко отличается от куплета. Вот отсюда вот начинается у нас припев. Я сейчас границу ставлю. Здесь условно мы договоримся, что заканчивается куплет. А отсюда Люди в белых халатах. Более такая спокойная часть. Люди в белых халатах. И здесь заканчивается у нас сам припев. Дальше начинается снова как будто бы очередной куплет. По поводу партитуры сейчас мы с вами поговорим в плане количества партий. В любой мелодии всегда присутствует как минимум три голоса. Мелодия, бас и средний голос. Или аккомпанементы, условно можно сказать гармонические фигурации. Просто такой как голос или партия, которая в качестве гармонической и ритмической поддержки служит для мелодии. Если мы возьмем с вами, например, вступление. Давайте мы на примере вступления посмотрим, где у нас первый, второй и третий голос. Я покажу сейчас в нотном стане, ну и продублируем в табулатуре тоже. Ноты, которые всегда направлены штелями вверх, это у нас мелодия. Вот все ноточки, которые вверх штелями направлены, это мелодическая линия. Это основной голос. Вот эти вот ноты относятся к мелодии. Помните, да, мы с вами говорили, здесь вступление заканчивается. Вот она граница вступления. Хорошо. Кстати, почему может возникнуть вопрос? Я вот эту ноточку не обозначил. Эта нота является продолжением предыдущей ноты. Об этом нам говорит вот эта вот линия изогнутая. Называется это лига. И когда у нас две ноты залегованы, одинаковые, вторая нота у нас не звучит. Если вы посмотрите на табулатуру, видите, у нас нолик здесь присутствует, дублируется эта нота. А здесь нолика нет, потому что все это одна и та же нота. Аналогично у нас здесь. Вот единичка здесь присутствует, вот эта нота. Она залегована к следующей ноте, но ее здесь у нас этой единички в следующем такте нет. Это говорит о том, что нам нужно эту ноту тянуть для того, чтобы она долго прозвучала до тех пор, пока не начинает звучать вот этот нолик. Вот эти ноты все, которые мы сейчас обозначили таким розовым цветом, давайте одним цветом будем уже, это у нас мелодия. Мы сейчас с вами ее сыграем, вот этот нолик он длится, два, ноль, единичка длится, ноль, два, единичка, и вот эти вот ноты, три, один и один, и вот этот ноль. Послушайте, пожалуйста, я сыграю. Ноль, два, ноль, раз, тянем, ноль, два, раз, тянем, три, раз, раз, ноль. Вот такое вот вступление. Ми, ля, си, до, си, ля, фа, соль, фа, фа, ми. Это вступление. Далее мы смотрим на нижний голос. Вот эти нотки у нас вниз, штиль залюгованная, тоже эта нота, эта нота, она здесь продолжает звучать, и эта нотка. И здесь у нас аж целый аккорд. Это все у нас, вот эта нота, это получается единичка, вот это ре, ми, ми. Это у нас басовая партия. Слышите, да, уже объем добавляется. Вот одно дело сыграть. А другое дело. Намного более сочно все звучит. Но пусто. Для того, чтобы нам заполнить эту пустоту, мы используем еще второй голос. Такую своего рода гармоническую поддержку. Вот все оставшиеся ноты, но я не вижу смысла их все закрашивать, вот. Это у нас с вами уже второй голос. Слышите, насколько стало все звучать объемнее, благороднее, полноценнее, интереснее, красивее. Получается, что в этой композиции у нас с вами три партии. Вот говорят слово партитура. Это значит, в партитуре присутствует определенное количество партий. Или голосов еще говорят. Говорят, вот первый голос, вот у нас розовым обозначен. Второй голос, желтенький, ну вот это все, второй голос. И третий голос, это зеленые ноты. Теперь еще очень важный момент, когда вы играете мелодию, всегда, именно в таком варианте, всегда нужно первый голос играть погромче, чтобы он относительно других голосов, других партий выделялся. Потому что если мы громко будем играть еще и второй голос, то у нас получится дисбаланс между партиями, и второй голос будет забивать первый голос. Если играть... Вот звучит в плане гармонии все нормально, потому что тут гармонические ошибок никаких не делал. Но в плане силы или динамики звучания голосов у нас какой-то, ну не то что дискомфорт, но непонятно, где у нас основной голос, где у нас второстепенная партия. А когда мы играем... Уже за счет силы щипка, когда мы моторику правой руки контролируем, на первую партию импульс поярче, сильнее щипаем, понятно, что мы ей отдаем предпочтение. Она звучит на первом фланге. Все остальное на втором, на третьем плане. Хорошо. Теперь еще такой важный момент. Вот этот рисунок. Пам, та-та-та-там, пам-па-пам, та-та-та-там, пам-па-пам, та-та-та-там. Очень важно его соблюдать. Чтобы правильно сыграть этот рисунок, нам нужно обратить внимание на размер. Размер у нас в данном случае две четверти. Это означает, ну сейчас мы очень упростим, что в каждом такте такт отделяется вот такой вот линией. Вот эта вот линия, это тактовая черта. Вот это у нас получается первый такт, второй такт, третий такт, четвертый такт, ну и так далее. В каждом такте у нас должно быть две доли. Или грубо говоря, два удара. Раз, два. Раз, два. На первый удар мы с вами играем всего лишь вот эти ноточки. Пам. А на второй удар, вот это у нас первая доля, а на второй удар нам нужно сыграть вот эти три ноты. И тут очень важная особенность, что каждый из ударов, он занимает одинаковое количество времени. То есть длится одинаково. Если первый удар длится условно там две секунды, то и второй удар тоже, или вторая доля должна звучать именно две секунды. И в эти две секунды нам нужно вместить, или впихнуть вот эти три, эту триольку, как бы три терции. Раз. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Давайте я линиями разграничу, и еще разочек мы с вами этот момент пройдем. Вот у нас будет первая доля такта, вторая доля. Первая, вторая. Первая, вторая. Первая, вторая. Ну и так далее. Вот каждый так, мы как бы пополам режем. У нас получается. Хорошо, двигаемся дальше. Теперь переключаемся к куплету. Давайте мы его разочек сыграем. Смерть не хочет щадить красоты ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают у нее на пути люди в белых халатах. Вот это у нас получается с вами куплет. Это очень актуально на сегодняшний день. Давайте я разочек этот куплет сыграю. Попробуем уместить вместе все строчки. Я очень надеюсь, что вам не сильно мелко, но по-другому, наверное, не получится. Хорошо. Разочек сыграю куплет вот отсюда и до сих пор. А потом мы с вами приблизим уже по каждому такту пройдемся. Играю от слова смерть. Вот здесь у нас куплет с вами заканчивается. Вот на этой ноте, на этом нолике. Теперь давайте приблизим с вами покрупнее, чтобы у нас ноты были. И попробуем разобраться с партитурой. Смотрите, сама мелодия у нас проходит по нотам, как мы и говорили, когда разбирали вступления, у которых штили направлены вверх. Вот эти нотки. Вот эти ноты. Они относятся к первому голосу. Вот в куплете у нас уже с вами два голоса. Если в вступлении было три голоса, мелодия, бас и своего рода аккомпанемент, то у нас с вами здесь всего лишь два голоса. Мелодия совмещенная, получается, со вторым и третьим, как бы со второй, третьей ноточкой. Плюс еще бас. Хорошо, если мы отдельно сыграем вот эти ноты, самые верхние, давайте даже так упростим, вот эти ноты, эту, эту. И из трех нот будем играть самую верхнюю ноточку. Вот так вот. У нас будет звучать основной мотив. Эти маленькие ноточки, это своего рода, как эхо такое, как отголосок. Вот мы еще раз отсюда сыграем. И тихонечко. Смерть не хочет щадить красоты. И тихонько красоты. Как будто бы вторая такая, для того, чтобы заполнить это пространство, так как в мелодии здесь ничего не поется. Получается, мы сейчас с вами отметили основной голос. Вот эти ноты, они дополняют саму гармонию, потому что у нас здесь аккорд ля минор. И вот когда мы аем полностью выставляем, у нас более сочное, более наполненное звучание получается. И так далее. По поводу басовой партии, мне хочется такой еще нюанс сказать, что басы у нас своего рода как набат такой, как ритмическая составляющая. Марш создают. То есть, как бы басовая партия, она с отдельным таким звучит контрапунктом, отдельным голосом. Дальше поиграем следующий фрагмент. Вот отсюда сыграем. Дальше. Но встал. Ют. Вот отсюда играем. Ют. У нее. Пока вот здесь останавливаемся. Еще очень важный момент, на который мне хочется обратить внимание. Я знаю, что многие играют по табулатуре и иногда путаются в пальцах. Как-то неудобно, говорят, играть. Или не поймут, как именно нужно играть пальцами. Это происходит потому, что гитаристы, начинающие, ну или люди, которые давно держат в руках гитару, но игнорируют нотный стан, не обращают внимания на аппликатуру. Аппликатура подсказывает нам, каким пальцем нужно зажать ту или иную ноточку. Нолик, это означает открытая струна. Вот у нас открытая струна. Дальше. Первый лад, если вы по табулатуре играете, обратите внимание, что к первому ладу относится первый палец. У нас в гитаре считается, что первый палец это указательный, второй это средний, третий это безымянный, четвертый это мизинец. Один, два, три, четыре. Вот так вот цифрами обозначаются пальцы. Большой не указывается, потому что он поддерживает с обратной стороны шейку грифа гитары. И когда мы с вами играем и не знаем, каким пальцем нужно зажать ту или иную струну, нам нужно посмотреть в нотный стан. Вот видно, что здесь на второй струне у нас первый палец, а на третьей струне на втором ладу третий палец безымянный получается. Вот так вот. На второй струне первый палец, на третьей струне на втором ладу безымянный. И уже второй пальчик сам по себе тянется. Понятно, что у нас здесь будет аккорд АМ. И если мы АМ сразу выставим, у нас плюс еще дублируется здесь в гармонии. Это не всегда совпадает, но в данном случае у нас полностью совпало. Выставили вот таким образом. Все, играем, легко получается. Вот эта вот скобочка означает, что нам нужно на первом ладу зажать одновременно две струны. Сыграть вот таким образом. Видите, да? Указательным пальцем мы зажимаем сразу две струны. Получается смерть не хоп. Двигаемся дальше. Опять у нас такая скобочка. Вот здесь вот. Вот эта скобочка. Мы уже знаем, что это баре. Зажимаем одновременно указательным пальцем две струны. Опять у нас здесь баре. Опять баре. Вот у нас аппликатура. Мизинец нам нужно зажать в данном случае на третьем ладу, на второй струне. Второй пальчик средний нужно зажать на втором ладу, на третьей струне. И безымянный нужно зажать вот здесь, вот на четвертой струне, на третьем ладу. Указательный. Вот он сюда, на второй лад, на пятую струну. Получается вот такой вот аккорд у нас. Мизинец. Средний. безымянный и указатель вот это год ну и так далее дальше двигаемся с аппликатурой разобрались мизинец и безымянный вот здесь вот на седьмом ладу опять мизинец и безымянный опять мизинец и безымянный очень удобно следить за тем какими пальцами нужно играть на том или ином ладу хорошо я думаю что плюс-минус мы с вами разобрались с аппликатурой давайте сейчас разберем еще припев хорошо сыграем сейчас от этого такта люди в белых халатах и до конца вот отсюда то будем играть теперь разберем эту часть этот фрагмент когда у нас стоит римская цифра пятерочка это говорит о том что нам нужно зажать баррэ на пятом ладу вот здесь вот так и как раз таки это скобочка указывает какое количество струн нам нужно зажать вот смотрите здесь три струны первая вторая третья вот и у нас скобочка закончилась вот эта пунктирная линия иногда ее рисуют сплошной она говорит о том до каких пор этот прием баррэ нужно нам держать в данном случае мы два такта держим двигаемся дальше вот это вот линия означает прием арпеджиату арпеджиату это когда мы играем не арпеджио не просто перебираем струны но в постраду тигры перри перебор не просто перебираем так вот медленно а быстро играем вот у нас получается и просто не так мы играем сразу одновременно а вот по очереди каждую струну щипаем возвращаемся к нашим нотам вот разобрались мы с этим приемчиком арпеджиату ну дальше уже просто смотрим на пальцы и играем все как нужно следующий момент вот когда у нас такая стрелочка это значит что нам нужно большим пальцем правой руки просто провести во всем все в принципе я думаю что основные моменты мы с вами разобрали конечно всего за небольшой промежуток времени не расскажешь это нужно прям целый курс и теории внедрите в одно маленькое видео наша задача просто познакомиться с тем как сыграть эту мелодию я думаю в каких-то моментах вы можете просто посмотреть видео моего исполнения свериться с аппликатурой и разучить эту мелодию спасибо за просмотр благодарю за лайк за подписку всего доброго увидимся в новых видео пока пока